Здравствуйте, уважаемые зрители канала MasterGuitar.com В этот раз мы будем делать проточку под обычный кант Простая проточка по контуру гитары Делать мы будем ее с помощью фрезера Вот с такой насадкой Для регулировки глубины и высоты канта Сделана она из подручных материалов Вот есть такая специальная шайба для снижения эффекта купола По этой же причине подшипничек очень близко размещен к самой фрезе Вы это видите Фреза очень маленькая, 6 мм Что позволяет очень аккуратно обрабатывать дерево Получается даже не стружка, а вот такие хлопья Что позволяет обрабатывать очень аккуратно Без каких-либо подпален и задиров Особенно в опасных местах, о которых позже Так, ну а теперь сам процесс Сам процесс Вот в начале пуск Пуск, видите, я ставлю, отвожу от гитары и заделаю пуск Фрезер во время пуска немного дергается Поэтому не нужно подводить его к дереву Иначе можно дарить Не знаю, к чему это приведет, но это просто неприятно Все движения плавные Опять помним, что есть гладящее движение и движение навстречу То есть тогда, когда Идущее, режущее перо фрезы Вырывает слой Это опасное движение Но Оно опасно не по всему контуру А только в особом месте Внизу Об этом чуть позже Видите, что я делаю Движение Первое движение было самое мягкое Мы еще уточним При повороте На следующем этапе Но видите, на размер я выхожу очень постепенно Очень постепенно И делаю в конце контрольный Проход Уже навстречу Вот это вот гладящее движение Получается Вот это вот Движение навстречу Но оно более точное Фрезер достаточно легко держать На деке вертикально Вот Остановкой я переворачиваю Гитару, чтобы она попадала в кадр На самом деле На практике Тоже можно поворачивать гитару Но хватает где-то трех раз Для того, чтобы Обойти весь контур Вот Первое движение Вот этого движения Буквально еле касается Только обечайки Потому что обечайку Тоже можно выбить фрезой Если сразу начать Начать заглубляться глубоко Вот это движение Можно надавливать Чуть сильнее на фрезу По крайней мере Моя фреза 6 мм Позволяет Очень себя Спокойно Чувствовать При обработке Никакого биения Она идет мягко Хлопья разлетаются Пылесос их захватывает Он у меня стоит сверху Вот скотчем Замотан Никаких проблем Вот первое движение Только по обечайке Делается Углубление буквально Около Миллиметра Для того, чтобы создать ступеньку И назад Уже глубже В принципе То давление Которое нужно оказывать На фрезе Чувствуется Когда вы видите его Но повторюсь Что Старайтесь покупать Маленькие фрезы Разница колоссальная Я достаточно опасно Держу фрезер За стойки Завожу большой палец Между стойкой Фрезера И фрезой С обоих сторон Чтобы как можно ниже Практически за столик Держать весь фрезер Как понимаете Если большим пальцем Наткнуться на Крутящийся Даже пусть Не саму фрезу А Вал С Гайкой Можно получить удар По пальцу Для этого существуют Специальные Втулки Которые надеваются Сверху На вал И он крутится В таком чехле Это техника безопасности С ее соблюдения Это Ваша ответственность Фрезер при работе Поднимает Такой ворс Сверху Его можно Снять Очень легко Наждачкой Можно на Маленьком Притирчике И пройти Фрезом На чистовую Почувствовать Почувствовать Что фреза Немножечко Добирает Глубины Буквально Совсем Чуть Чуть Мне работать Не очень Неудобно Так как светит Лампа Для съемки Стою я Вытягивая руки Чтобы Хорошо попадало В кадр И то Достаточно Темно Само место Обработки Затемнено Ну Там На самом Деле Ничего Особенного Не происходит Просто Крутится Фреза Где-то За Четыре Три Четыре Примерно Так Пять Проходов Я выхожу На всю Глубину У меня Сейчас Это Четыре Миллиметра Четыре Миллиметра На пять Вот Вот Движение Много Стружки Летит Видите Здесь Я Поменьше Давлю Ну А здесь Гладище Движение Получается По слоям Куда ни крути Потому что Здесь Слои Если вы Представите Как слои Идут Это Нижний Нижний Овал Тут Слои Получается Идут Таким образом Что Задрать В этом месте Практически Невозможно К опасному Месту Мы Подходим На самом деле Опасное место Было В самом Самом Начале Когда Мы Только Начинали То Свои Дна Да и Особенно Деки Стояли Прямо Навстречу Крутящимся Режущим Кромкам Фрезы Но там Все равно Не самое Опасное Место Опасное Место По диагонали В большом Овале Опять Моя Фреза Точнее Не моя Фреза А Фреза 6 Меметров В диаметре Позволяет Проходить Все эти Участки В общем Без Каких Либо Осложнений Даже Можно Сказать Что В общем Как бы И нет Никаких Опасных Мест Тем не Менее Лучше Проходить Их Аккуратно Также Сейчас мы Подойдем Уже К тому Месту Еще Еще раз Уточню Что если Вы в самом Самом Начале Когда только Подходите Делать Первое Движение Пойдете Навстречу То есть будете Двигать Фрез От себя Вот как Сейчас Он найдет Только сейчас Он заканчивает А вот если В самом Начале Вы можете На плотном Материале Как Мадагаскарский Палисандр В моем Случа Отколоть Обечайку Вот такого Эффекта я не замечал Даже на Индийском Палисандре А вот на Мадагаскарце Он чувствуется То есть Дерево Фреза Заглубляется И начинает Отбивать Внешний слой Отщепываются Такие кусочки Они неприятны Вот как раз Такое место Вот Отвел Пуск Дергание Фрезера Вот Дернулся Вот Аккуратно Подвожу И делаю Совсем Маленькое Заглубление Ведя Фрезер Навстречу От себя Можно И на себя Конечно Вести Вот это Опасное место Вот сейчас Мы подошли К опасному Месту В этом месте Дека Особенно Но Меньше Может Быть Выбита Фрезой На Движении Навстречу Кромкам Не вот этом А вот этом Движении Особенно Получается Нам важно Последнее движение В самом конце Так как Если мы Сейчас Что-то Выбьем В самом начале У нас Еще будет Возможность Углубить Проточку И Снять Наши неровности Но Самое Последнее Движение Чистовое Движение Должно Пройти Очень Чисто На практике Любым Диаметром Фрезы Нужно В этом Месте Практически Вот В этом Направлении Двигая Фрезер Практически Не убирать Фактически Двигать Его Только На Себе Все Фрезеры Крутятся В Одинаковые Стороны Если У вас Не какой-то Специальный Фрезер С Реверсом Но Если Фрезер С Реверсом Должна Фреза С Реверсом На этом Я заканчиваю Видео Часть Так как В общем-то Вся остальная Работа Выполняется Подобным Образом Я прошел Самое опасное Место Талию Вы уже Видели Как я делаю В общем Ни с какой Разницы Особо Нет С Декой Работа Точно Такая же Возможно Немножечко Надо аккуратнее Стараться Вот готовая Проточка Только Из-под Фрезы Вот Виден Этот Небольшая Залесенца Наверху Ее можно Снять Притирчиком И пройти На чистовую Еще раз Но В принципе Можно Этого И не делать И Теперь На Деке На деке Я просто Еще раз Хочу Показать Зрительно Вот этот Участок Вот Между Карандашами Опасная Область Вот В этой Области По контуру Можно Очень Нарвать Себе Своев Получится Такие В лучшем Случае Такие Зубчики Вы могли Их Видеть Когда Делаете Розетку Вот Видите С этой Фрезой Этого Не Происходит Готовая Проточка После Чистового Прохода Фрезы Сам Фрезер На Прощание И До Новых Встреч На Канале Мастер Гитар Ком